Добрый вечер! Вы смотрите программу «Послесловие». Уважаемые телезрители, сегодня мы обсуждаем вопросы благоустройства, как идет уборка дорог и тротуаров. И гость нашей студии, заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Егор Свалов. Егор Анатольевич, добрый вечер. Телефон нашей программы 222 0041. У нас уже есть ваше обращение, но сначала несколько слов о том, какие задачи ставят предслужбы благоустройства, потому что снега у нас нет, холода настали серьезные. Что главное сегодня? Задача перед нашими службами одна – это уборка города, чтобы он был в пригодном состоянии, безопасность пешеходов, автомобилистов. То есть мы даже в отсутствии большого количества снега, в любом случае мы организуем дежурное прометание дорог, потому что грязь мусорская появляется. Нужно прометать, вывозить. Снег все равно немного падает, тоже здесь снег вывозим. Ну и главная сейчас задача по тротуарам. Их нужно прометать, просыпать, чтобы не было скользкости, чтобы не было накатов, чтобы люди могли безопасно ходить. Погода поставила необычную задачу перед службами благоустройства. Снега нет, а вот с пылью зимой нужно что-то делать. Да, тут эта зима 2011-2012 года крайне малым количеством осадков. Осадков отмечено. По данным гидрометцентра выпало снега на раза в три меньше, чем в обычное время. Это, конечно, проблема для нас. Честно скажу, что со снегом, как говорится, зимой мы знаем, как бороться, но при минусовых температурах дороги мыть нельзя. Вакуумная уборка невозможна, потому что техника замерзает. Поэтому мы увеличили количество бригад дорожных рабочих, которые под метелочку, лопатой, собирают ту грязь. Машины все равно прометают, все это в лоток сметает, черный снег. И, соответственно, грузим, вывозим. Постараемся, чтобы улицы были в должном состоянии. А чем тротуары посыпаем? Это обычная смесь или какие-то химикаты? Вот если на дороге мы применяем противогололедные материалы, и то с учетом погодных условий, потому что при наличии гололеда или при выпадении снега, то есть если у нас январь не было снега, дороги были все в асфальте, то мы противогололедные материалы не применяли. Еще подчеркиваю, не применяли. То на тротуарах мы уже вторую зиму применяем не песок, не отсев, а мелкой фракционной щебени. То есть он, во-первых, не пылит, у него структура такая, что он не образует пыль, в отличие от песка, не образует грязь, в отличие от отсева. Его просыпает и, соответственно, потом сметается. Но опыт был уже использования этой смеси? Да, мы прошлую зиму, 10-11 год, мы начали посыпать мелкой фракционной щебнем, но достигли хороших результатов. Он лучше держится на поверхности, он такой и более твердый. Кто отвечает за территорию около магазина? Около магазинов отвечают те коммерсанты, предприниматели, которые эти магазины содержат, где их бизнес идет. То есть прилегающие территории, у них должен быть заключен договор на санитарное содержание прилегающих территорий, с администрацией районов там определены границы, и, собственно говоря, они должны этим вопросом заниматься. Все остальные территории на землях общего пользования у нас на содержание наших служб, благоустройства районных. Людмила Леонидовна, присоединяйтесь к нашему разговору. Как поступают троллейбусные остановки, остановки общественного транспорта? Да, у нас троллейбусные остановки, вообще все остановки общественного транспорта, они должны прометаться в ежедневном режиме и посыпаются они практически 3 раза в неделю. У нас, если сезон зимний 182 раза, 63 раза за сезон они должны быть на 100% посыпаны мелкой фракционным щебнем. Ну, каждую остановку тоже не проконтролируешь, не следишь, как работа налажена, чтобы проблем не было. У нас есть доблестные жители города, которые и нам на сайт пишут. Кстати, вот о доблестных жителях. Нина Михайловна, улица Тольятти, просьба посыпать чем-нибудь тротуар вот на этом участке. Улица Пальмиро-Тольятти, там, конечно, уклон. Я сегодня вечером специально туда заеду, посмотрю, но вообще-то замечаний по содержанию именно тротуара по Тольятти вдоль дороги не было. Может быть, имеется в виду тротуар, идущий вдоль, внутри жилозастройки, то в таком случае нужно обращаться к своей управляющей компании. Она должна содержать данную территорию. Если обращения положительного результата не имеют, то, милости просим, в любую администрацию, во-первых, пожаловаться, можно в контролирующие органы написать заявление соответствующее, и там будут приняты меры. Еще один адрес, Росточная, 43, вот тоже жалобы на то, что тротуар не посыпают скользкий участок дороги. Ну, сейчас, конечно, по конкретным, точечным адресам, как будет с ними? Во-первых, на ближайшие дни на сайтах администрации районов должна быть размещена информация об ответственности за содержание тротуаров и пешеходных зон, основки общественного транспорта. То есть это подрядчики, это их работа? Подрядчики, конечно. Там будут прописаны, кто, какие зоны по микрорайонам или по уличным районам, должен написать фамилию, имя, отчество руководителя и телефон этой организации. Во-первых, человек может сразу же позвонить, пожалуйста, что не прибыло. Поставить на вид недобросовестных подрядчиков? Соответственно, мы проверяем, район администрации проверяют. Но по всем данным, по точечным адресам, во-первых, я надеюсь получить по электронной почте адреса. Да, мы после эфира все отправим. Да, и мы обязательно это все проверим. Но наказать рублем подрядчика вашим полномочиям? Обязательно. Как это работает? В полномочиях районах администрации, потому что они у нас заказчики, они главные распроядители бюджетных средств. То есть у нас проходят торги муниципальные по 94-го федеральному закону, победитель определяется. И он должен в соответствии с регламентом зимней уборки убирать, содержать те территории, которые по муниципальному контракту выиграл этот аукцион. У нас проверки комитета благоустройства два раза в месяц обязательно. Администрация района проверяет в ежедневном режиме. Понятно, что каждую улицу в ежедневном режиме проверить сложно. Есть бдительные граждане. Да, есть бдительные граждане. Проверяются, составляются акты по проверкам, замечания все фиксируются. По итогам месяца, когда предприниматель приходит подписывать акты выполненных работ, соответственно, ему уменьшается сумма финансирования на тот объем работ невыполненных. То есть, если он на треть не сделает, то он 30% своих денег не получит. Вопрос от Лидии Дмитриевны. Она предлагает нам для обсуждения еще одну тему по адресу Чердонская, 8, проблемы с освещением. Проблема с освещением. Если это дворовая территория, то вам прямая дорога в свою управляющую компанию. По уличному освещению у нас занимается освещением Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Гурсвет». То есть, у него уличное освещение на землях общего пользования. Процент горения у нас достаточно высокий. Кстати, вот время у нас сейчас несколько изменилось. У нас утром темно все-таки. Как с этим быть? Поэтому графики отключения освещения, они сдвинулись с учетом неперевода, как говорится, часов. Но у нас есть примерно график отключения, отключения электричества. И с учетом захода или восхода солнца, включается, отключается электричество. Но у нас, кстати, с прошлого года мы 36 или 38 улиц оставили без ночного. То есть, они ночью не отключались. Это отдаленные районы? Нет, это центральные районы и плюс все въездные направления. С этого года мы еще 32 улицы к этому списку добавили. То есть, у нас 70 улиц, где ночью освещение вообще не отключается. Но, в первую очередь, это способствует, наверное, уменьшению криминогены обстановки. Во-вторых, это способствует снижению ДТП очень кардинально. Потому что пешеходы видят машину, автомобильцы видят пешеходов. Ночью светофор отключается в режиме, в таком мигающем. И это очень хорошо способствует. Но можем сказать, что и в отдаленные районы тоже это работает. И в зеленые районы пришел свет. А какие районы тогда? Вот вы скажете, 32 улицы? Все районы. У меня, кстати, есть список, я могу зачистать, если интересно. Вот как раз район сортировки. Есть там какие-то перспективы? Как раз по освещению есть вопрос. Позвольте я. Да, давайте откроем. Что может быть голословным? Из этого района. Вот если с этого года это Кировоградская, машиностроитель Сулимова, Шумяна, Щерца, Грузуска, Куйбышева. Ну, кстати, список, может быть, на сайт выложить? Или он будет? Да, давайте мы действительно выложим на сайт. В Торчермеет, Патрису Луну, Новосибирская вторая, Окружна, Гагарин, Библиотечный, Пермайск, Камнус, Краснолесье, Мира, Готвальда, Черепанов, Стрелочников, Грибоедова, Инженерна, Косово, Смайщиков, Уральская, Футчика, Шварцер, Данита, Бадин. Отлично, прекрасно. Ну, в завершении, давайте, если есть отдельные нарушения по конкретным улицам и тротуарам, есть обращение с зрителей, вот будут опубликованы адреса подрядчиков в интернете для тех, у кого нет возможности посмотреть эти адреса. Есть комитет благоустройства. Есть комитет благоустройства, мы все жалобы принимаем к рассмотрению, обязательно отправляем администрацию для устранения, через день, максимум через два едем с проверкой, устранили замечание или не устранили. Кстати, что синоптики говорят, снег придет на Урал? В ближайшие дни нет. Спасибо большое, в нашей студии сегодня был заместитель, представитель комитета благоустройства Екатеринбурга, Егор Свалов. Всего доброго и до встречи.